Йоу-йоу-йоу! Дядя Юрта, здоровеньте! Мы переехали. Нас, сожалению, в богате выглядит теперь вот так. Велите изумруд, по изумрудам к нему. Кровать, диван, кухня, воздух, там туалет, ванна, балкончик собачки гулять. Вообще вот так. А вы смотрите, видео будет интересно. Наверняка. Такое жилье стоит 3 тысячи рублей в день. У вас, говорит, будет двое или трое. Я думаю, я попробую салоны. Поговорю, что мы сейчас устроим кино, блядь. Двухсмычковое. Двухсмычковое кино, в общем. О, опять ваш любимый, одноглазый, богатинский блогер. Сегодня я вам покажу, как мы гуляем с Доней. Вот, женщина из Челябинска. Собака из Канавы. Купили ей куртку, чтобы она не мерзла. Идем с вами вот гулять. У них в каждом райончике есть такой парк гулять с собакой. Ну, столица. Мне кажется, в Москве сейчас не хуже. Напишите. Пешеходный переход здесь вот так обозначается. Каждый второй бандит, походу. Так что я пока отключусь. Ты что, отпускаешь собак? А, это не для собак гулянка-то. Это для собак. Да, в общем, не важно. Живем мы вот там. Размахиваем телефоном за полторы тысячи долларов. Ну, с нами вы. Нам не страшно. А, вон полиция. А, здесь нельзя с собаками. Ну, пошли, ладно, дальше. Пойдем. Мы думали, это собачье место, это детей место. Тут можно. Туда нельзя, вовнутрь этого комплекса. А, вот здесь можно гулять. Короче, вот такие партии. А, и полиция. Так что, да давай без горы-то, а. А, ну, пойдем. А вообще прикольно, знаете, пациенту богаты гулять. Нет, удивительно, что нам тут нравится. Ну, бля, вот когда тепло, да у меня такая хуйня там. Что ты делаешь? Просто сосудь, вот. Блать. Посуди улицу. О, анима. Мы тоже живем в таком же названии. Ну, у нас 64. Да, вот. А у нас анима 64, это анима 65. Ну, здесь все такое. За 3-4 тысячи можно себе конуру найти. О, нифига. Минты, полиция. Ну, а мы с вами продолжаем гулять. Там вон щемят ребят. Не приближается. Вон там деревья такие, а вон там шмоны. Живет. А, уже обшмонали. А, тоже суши. Да. В общем, опасненько. Все, все, вырубаюсь. Мы в магазине, а Доня ждет. Фактически, алован, но не алован. Залюмная какая. Зашли кофе выпить. Нашли весь магазин мексиканский. Охо называется. А? Правильно, тоже, что в ногах, правда, нет. Не, ну, виды красивые. С магазина выходишь, и горы. Это центр. Это вот здесь, типа, Тверская. Говорил уже, не? В принципе, безопасно. Вот такие дядьки с собаками ходят. Ну, а обысти вы видели. Обыстиют реально практически везде и всех. Катька моя. А, ну, только в Мексике ты там сам себе ходишь. Ну, да, да. Здесь сами наливают кофе. А что тут после дождя, смотрите. Богота центр. Просто все течет. Просто ретер. Это из-за того, что здесь горы. Мы уже здесь минут 20 стоим. О, дьяволюди мои любимые. Челяба. Так вот. Мы на стриме с девочками собирали мне на ботинке. Собирали, собирали. Вроде собрали. Даже сегодня чистый. Пришел, помог. Чистый. Так и что, пошли покупать кроссовки. Нашли единственную пару, блядь, на всю богату. Померили. Подходят. 45 с половиной. Говорим. Ну, давай нам второй ботинок. Он такой, сейчас принесу. Уходит. Приходит и говорит, нет второго ботинка. Мы говорим, ну, давай мы попозже придем. Он говорит, да я сейчас найду. Всем магазинам ищут, ищут ботинок. Не находят. По итогу, вот мы дома посидели. Поели вкуснейший суп. Катька постирала, еще что-то поделала. Это наш подъезд. Крутой. Уже это. Наряжают к Новому году. Так вот, сейчас идем спросить, может, нашли еще ботинок. А то нереально в старых кроссовках ходить. Приходится босиком. Сегодня солнышко. Так мило. Куртка, да, играет вообще хорошо? Директор по свежести из пятерочки. Продолжает вам показывать Колумбию. Ну, все, идем. Забыл поснимать. В общем, ботинок не нашли. Сейчас пойдем хоть на рынок куда-нибудь. Хоть какие-нибудь черевички себе взять. Больше странно. Тут самарат-то. В общем, опять продолжаем искать обувь. Не сдаемся. Да, в этом видео точно найдем юрки-ботинки. От наших прекрасных, великих, красивых, добрых, целомудренных. Нет, наверное, вам не подходит женщин. Спали-спали. Такой сигнал. Выглядываем в окно. Тут смотрите, что. Ага, тут вон все строители состроят, выбережали. Там пачки людей. Там вон пачки людей. То ли землетрясение, то ли не понять что. Собака из Канавы в одежды дома ходит. В общем, ждем. Посмотри, кодосы поставили, дорогу перекрыли. Да, вон, дорогу перекрыли. Тут сразу пробка организовалась. Нет, ну если бы что-то было с домом, с тем, давай они там не стояли, да, под ним? Ну, в общем, Юра разобрался. Это были просто учения. Нормально. Как у нас, знаете, гражданская обороны, или что там было раньше? Погодка хорошая. Йоу-йоу. На сегодня технологика возвращался. Спасибо, технологика. Взяли вот один пирожен. Брат, что-то я как приболел, ребята. Сейчас узнаем, сколько стоит одно такое пирожное, и одно такое. Оставайтесь на связи, ставьте лайки. Даже интересно. Одно? Семь тысяч одно. Двести-то рублей, одно пирожное. Ну, че? Мугляночка нас спалила. Не, ну так-то дорого, да? Да, двести рублей пирожное. Написите, сколько у вас стоит. Где она? Фига себе. Оно вот такое? Ну, я показал, вот одно такое. Зайби, сейчас поживем. Спасибо за сладости. Ну, а мы продолжаем технологиться. Катька совсем страх потеряла. Заказала себе, смотрите. Цена на суши в богате. Вот два вот таких рома. 70 местных денег, что составляет 2000 рублей. А тут что, какие-то креветки и еще что-то? Я тут знал, на этот ролл креветки. Что это? Это вот сюда, на этот ролл, он сверху с креветками. А, сейчас я вам покажу. Ну, и не сейчас. А, не сейчас? Да мы подождем. А, так я ухожу. Ну, в общем, вы поняли. Так и проходят ни в Колумбии. В богате мне вообще не нравится. Вообще не рекомендую. Находишься в постоянной депрессии. Кто? Не, не, очень холодно. Я вот реально, знаете, что я вам хочу сказать? Мне вас жалко. Но в этой серости вот в такой живете вообще постоянно. Вы мне очень все сильные. Я бы с ума сошел. Я вот без солнца и морей уже вообще не могу. Меня же теперь зовут Юрка Юг. Так что надо на юга двигать. Ну, что-то не двигается. То одно, то второе. Ладно, давайте. Зыгаться. Трям-трямоч, мини-ханыч. В общем, ладно. И чувствую себя здесь плохо. Ну, это все из-за этой серости. Ладно, это уж так. Поныл чуть-чуть. Ну, что, клеветки есть? О-о-о-о-о, нифига. Ну, как можно взыграть здесь? По их задумке. Я-то бутербродов поел с колбаской. Также Катюха у меня сегодня пельмени налепила. То есть, не только на доставках мы. Но эти пельмешечки есть. Ну, и че? О, да. О, ни хрена, столько много, же ли? На каждый ролл. Кать, прям целая креветка, да? Да. Блядь, я тоже бы хотел, но не хочу. А, ну, не на каждый ролл. Да. А, нет, на каждый ролл. Доложили. Кать-ка исхудала, 5 килограмм потеряла. В этом холоде. Ну, ладно. Ну, что, мои шунчите? Так и вот. Позавчера заходил великий технологика. Сегодня зашел не менее великий, чистый. Доня, привет нашим главным дядькам. В общем, ну, это так. Так и что. Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как мы проводим дни в этом ужасном городе Багеттия. На улице 14 градусов. С утра пришла соседка сверху. У нас же 4 балкона всего в доме. Вчера пришла соседка сверху. Или сегодня. Я сказал, ну, вы ребята много курите, мне дышать хуёво. Катька вся такая. Говорит, давай ходи теперь курить на крышу. Ну, хоть меньше курить пили. Ну, и меньше курить стали, да? Артур Чабанян просит, чтобы поменьше пили. Да мы меньше курить стали уже. В общем, у нас 8-этажный дом. У меня вон красивые все в белом. Подожди, я вам показать. Мы ваши антелочки. Сейчас, вот эту сделаю, вот эту убиваю. Созибалую скотину. Сейчас я вам покажу, восьмой этаж. О, а мои кроссовки не можешь показать? Ну, сейчас не могу. А, отдашь мне? Я сегодня кроссовки еще хотел выбирать. Ох, ни ху хера. Да, идем курить. Здесь у нас что-то есть. А, мы туда пойдем? К русским ребятам? О, у нас здесь есть теннис, нихуя. Сука, вообще не было дело в крышу. Да. В общем, вот такая крыша. Можно курить, пить. Там горы, тут тоже горы, там тоже горы, нихуя. И там горы. В общем, все богата в горах. Да. М? Субтитры сделал DimaTorzok